здравствуйте друзья мы с вами в нашем любимом магазине который называется new leaf в городе санта-круз и вот тут в частности написано масла видите внизу oils и я хотел показать вам что у нас с маслами но тут не только масла но вот прямо сходу вот тут что нам пишут это топленое масло красное пальмовое масло не очищены вредно кокосовое масло органическое примочками они разные что именно у них разные используют подготовка вот этого анри файл а вот это лар пресс-представить его отжали так и по цене все вот видишь по цене да ну вот там десятка банка 10 нет здесь отжали вторично уже хорошо вот такие побольше разных производителей а вот тут внизу у нас что такое это уксус виниг винигер да тут много всякого винигера я честно сказать хотел показать да там внизу эти уксусы уксусы вот их там много я хотел показать масла мы поскольку сейчас были в испании я видел как там и организаторы семинара и участники как они покупали оливковые масла это очень трепетно да с большим таким я бы сказал пиететом и я пока к сам никогда такого не испытывал то я подумал надо надо показать чего у нас тут бывает с оливковым маслом нет давай начнем с самого начала вы смотрелся вот 12 банков на средиземноморская каде extra virgin olive oil так а вот рядом тоже той же фирмы тоже extra virgin но какое-то на другое я не возьму сказать чем да а вот здесь не здесь написано органическая органическая здесь написано натуральная а натуральная по натурально это у них то же самое что органическое пишет нон джи мол там и так далее тут какое-то еще это записано выращены в италии итальянские оливки так а это калифорнийские пошли дела так а тут это из-за семечек винограда канола канола это растение такое считает что не очень хорошее масло да а вот например еще на повалый это у нас тут на повалый больше известно как место где вины выращивают но вот пожалуйста и оливки тоже и масла и так далее тут немножко выше там идет канола ойл тут вот наш подсолнечная бутылочка вот это так цвет а что такое за сав флава я честно даже не знаю что это за сав я тоже не знаю так это из аретов до волны это грецкие орешки посмотреть орешки грецкие орешки пинат значит что-то вообще трюфельное масло а алга алга это водоросль шикарная водоросль из нее омега-3 добывают растительного производства авокадо масло несколько видов 4 это вот наполеон из семечек винограда и тут еще вот теперь пошли семечки винограда авокадо значит грецкий орех подсолнечная кизил над это наш лесной орешек тыквенная авокадо ну вот пробирается за любой но мы хотели на оливкового сосредоточиться значит вот у нас какой тут калифорний экстра вёрджин это еще от бренда видеть что ты ход вот этого бренда его тут много и они отличаются где-то по размеру я пока вот на калифорнии кроме размера не вижу первая первая холодная отжимка до экстра вёрджин в бариане что за бариане такая цвет вот мы как берем оливковое масло когда берем мы берем мы берем 1 1 не важно какой компании а вот пожалуйста вот еще какие-то калифорнийская то есть у нас своих тут масел сколько больше такое такое сейчас мы посмотрим начну сказать друзья что американские полки так устроены что чем ниже полка тем дешевле там товар значит производитель платит магазину за то на какую полку ставится товар то есть вот если я хочу чтобы было на уровне глаз я должен заплатить могу магазину за вот эту полку так вот я уже она тут большие вот такие за 30 долларов итальянская тут пожалуйста здоровенная банка не знаю сколько в ней там 3 литра да а это вот сагра классика без холестерола это оливковое тоже так вот тут идет холодные отжимки за десятку бутылки люцинии лючине видимо правильно да там чесночная лимонная оливковая я тут прямо ползу по полу друзья пытаюсь снять для вас что тут есть из массе ну и полочкой выше так чтобы не обижать никого вот те кто интересуется могут посмотреть вот итальянская за 13 долларов довольно большая бутылка да но и если мы уж начали про масла то вот у нас льняное так ну не безумно много но вот все что есть вот в этой секции друзья вы видите насыпанные орешки вот они значит это миндальный орех вообще-то говоря вот нам другое что пинут орехи и вот эти вот орехи а это из семейства бобовых то есть вроде бы они орехи на самом деле но хорошо это какой-то минус для этого бобовые совершенно не надо хорошо но вот это вот в чем фишка здесь ту и тут прямо давит вот берете баночку светик давай баночку давай баночку поставьте его поставьте поставьте поставили не давай вот он тут идет довольно так бойко хватит но ты его по весу будешь ты знаешь что вы с ними вот эту а чем-то новый баночки прям баночкой с ними ничего страшно это наши все тут чужого нет так и будем вот это можно назвать это маслом цвета понюхай друзья я нюхаю тихо носом ох нюхается очень вкусно нам сказали что нужно брать как читаешь если вот так взять вот и попробовать на вкус что получится мизинцем мизинчиком и друзья заодно и вытришь поехали не могу сказать что что-то такое попробуйте попробуйте везем хочу я вот здесь здесь не это чтобы было чисто чтобы было чисто друзья мы с ним это жарить не можешь намазать на пол а эти намазывать я не могу вот а это может могу на честь хотел сказать что как-то выпало из нашего внимания что здесь еще один третий есть бачок из этого бачка течет мед вот так его из диких цветов и чудил что набрал масло потом полил это все надо мы прям вот но не выдумываю кому нужен мед тот возьмем поскольку я друзья калории в частности из орешков подбираю вот мы здесь приобретаем вот весь тут разные у меня к сожалению с перевод светик по-русски ну неважно чем вы видите орешек у меня иногда слова вылетают алманд миндальные вот они тут разных видов миндальные а кешки у самых почти не осталось в этой трубе но они разные кешки такие кешки кешки это лесной орешек из у нас вот вы видите фисташки знаешь семечки какие-то идут там разных семечек так а вот тут значит лопаткой набирают видите это грецкие орехи это пекан кешью ну-ка цвета по-русски скажите так и будет нет и богу друзья вы лучше знать и бразильские да мы на самом деле хотели купить орешки макадемия но почему-то вот их тут нет нам сказано было на семинаре что макадемия это вот то что нам надо тут мы чечевицы сейчас подгребем вот этой вот розовенькой можно сказать но она не останется красненькой да но помидорчиком с перчиком с чесночком и вот все это хорошо так пойдет светик давай я ручку нажму я мальчик я должен ручки нажимать окей все друзья нет нет много мальчикового счастья но хоть что-то хоть что-то что-то света говорит что мы все привыкли видеть какао виде порошочка да вот так называют пау да а вот здесь он продается вот какао масло масло мы такого никогда не видели кусками кусками видите его видимо выдавливает из какао этих бобов вопрос на самом деле в том как его употребить его не грызжи кусок нет я не знаю что с ним делать быть его надо натирать как-то не знаю а вот значит пошли смотреть какой у нас шоколад вот есть у нас за 100 процентов но так называемый бейкинг для а как же он не подслащен вот тебе написано бейкинг бар ты видишь я почему он разных цветов там же у него знаем намешано что но это это картинка это просто камень не там него что-то намешать мы однажды покупали ты забыла мы однажды покупали это довольно малосъедобная вещь я тоже подумал давай-ка возьму вот так а вот еще пожалуйста такого же плана вот она бейкерс вот тоже сто процентов это не видно замешиваю муку и потом может быть но вот это стопроцентный когда моря готовки я помню что когда я была маленькая читала канон дойл это было написано что шерлок холмс налил себе горячий шоколад это какао это сейчас мы думаем что как а в моем детском воспаленным мозгу да это был как горячий почему у тебя мозг был воспаленным действия слушай смотри сироп вот это я думала сироп кокосовый кипотом пальмовым чего-то пальмовый коконат palm сироп ё-моё да чего-то поняту так что у нас шоколадом вот у нас шоколада много 99 процентов вот в чем смысл шоколада 99 процентов хотел бы я знать 99 вообще там органический неподслащенный может быть тоже для быть и вес такой знаешь что там сколько тут грамм 113 что-либо без очков не видно 113 грамм считаем 90 процентов и 90 процентов вполне можно вот друзья мы тут с нашими покупками девочки нам пошли помогать с тем чтобы найти макадемия на но как-то они озадачились бывает ли у них вообще что чего и звонят там саппорт света смотрят на числе четверть десятого суббота и все открыто но обратите внимание что полно народу действительно вот это все открыто это в контрасте с тем что мы сейчас в испании были и там не очень то вот так вечерком пойдешь там все магазины закрывается 7 часов я не знаю как люди успевают после работы что-то купить они приспосабливаются они приспосабливаются воскресенье все магазины закрыты в понедельник тоже некоторые закрыты а у нас просто такая фиеста просто чувствуешь себя не уютно когда в магазин закрыт